В нашей стране действует закон о банкротстве физических лиц. Как им воспользоваться и в каких случаях он будет необходим, скажем так, нам расскажет наш гость Евгений Иванов, директор юридической компании «Доброе утро». Доброе утро. Мы знаем, что этот закон был принят в октябре 2015 года. А что он дает населению? Какова его цель? Если вот одним предложением, то человек может списать свои долги. Кредитные, перед ЖКХ, перед налоговое, перед пенсионным. То есть он может освободиться от своих обязательств долговых. То есть, а вот, ну, можно так сказать, что слово само по себе «банкрот», оно такое устрашающее. Какое-то устрашающее. Как люди вообще относятся к банкротству? Ну да, мы с этим и столкнулись. На самом деле люди думают, что вот если банкрот, у него на лбу будет печать, и он будет с этим ходить. Вот мы когда разговариваем, я говорю, а вот что, вот ты, ну, клиент, да, кредитный должник. Ты с этим ходишь уже годами, и с банками не можешь рассчитаться. Но вот кредитный должник – это, наверное, лучшее звание. То есть банкротство позволяет просто провести эту непростую процедуру, но долги-то списать, и все, и дальше жизнь начать заново фактически. Но, допустим, не начнут ли пользоваться люди этим, ну, не то чтобы со злым умыслом, наверное, ну, вот, знаете, понаберут, понаберут, потом, ой, извините, я банкрот. Вы знаете, мошенники практически не встречаются, и арбитражный суд, судей обмануть-то сложно, потому что там же проверяются сделки за последнее время. То есть когда, то есть если человек, например, месяц назад взял кредит, избавился от всех своих активов и пошел на банкротство, его наверняка откажут. То есть люди идут действительно с реальными проблемами. А насколько крупной должна быть эта проблема? Какой должна быть сумма задолженности, от которой можно уже считать человека банкротить? По закону любой может обратиться, если у него есть задолженность. Задолженности и просрочки, то есть от любой суммы. Но экономически выгодно от 200 тысяч. 200-250. Вот смотрите, а если у нас есть там пенсия, зарплата, да, которую мы постоянно получаем, то можно ли сказать, что человек банкрот? Вот тут... Нет, может быть вопрос, что если есть пенсия и зарплата, можно ли пойти на банкротство, да? Ну да, что по идее есть, чем выплачивать. Многие считают, что если я работаю, значит я не могу банкротиться. Нет, на самом деле это не так. И можно рассматривать, анализировать с людьми, у которых есть заработная плата, пенсии, у которых имущество, соответственно, есть, потому что не все сделки там попадают. То есть найти вариант можно какой-то для человека, в любом случае. А получается, какие именно долги списаны? Только, допустим, когда я кредит взяла крупный, или какие-то еще варианты есть? В начале, вот я говорил, списываются долги, которые есть перед банками. Если есть долги у судебных приставов, перед ЖКХ, налоговые, пенсионные, частные лица, микрофинансовые организации. Эти все долги списать можно. Какие расходы несет гражданин при непосредственно банкротстве и сколько это стоит? Ну, банкротство стоит от 75 тысяч нашей компании. Мы несколько лет уже занимаемся, то есть к этому вопросу готовы. И расходы идут на обязательные платежи в государственный бюджет. Это госпошина, это публикации, это депозит арбитражного суда, который только 25 тысяч. Ну и расходы на юристов, которые готовят и помогают человеку войти в процедуру банкротства правильно. Ну а какие, допустим, последствия у этого? Ну то есть ты начинаешь с чистого листа, но может быть еще какие-то из последствий у банкротства? Да, ну вот здесь, наверное, чуть-чуть более подробно остановлюсь, потому что как раз именно о последствиях, мифы входит просто в неограниченное количество, да, и дезинформации в интернете очень много. По закону их всего три. То есть это первое, нельзя банкротиться чаще, чем раз в пять лет. Образно нельзя открыть ОООшку в течение тоже пяти лет. То есть ограничения действуют только на несколько лет. И третий момент, если вы будете брать новый кредит, вы обязаны предупреждать о том, что вы банкротились. И вам вполне могут банки дать новый кредит, но, скорее всего, под залог имущества. И вот здесь обращу внимание, что единственная квартира у человека остается. Имущество остается, там нужно смотреть, но остается. На детей не переходит, детей не забирает, как некоторые говорят. Финансовый управляющий прекращает свою работу, как только с человека списали долги. Он не наблюдает больше ни за кем, долги не возвращаются. То есть вот столько дури у людей, на самом деле это все это неправда. Так, давайте вот так. Какие у вас результаты по банкротству? Дизитальное ли освобождение от долгов происходит навсегда? Этот результат он дает, собственно, арбитражный суд. То есть человек на выходе получает решение арбитражного суда, в котором написано, что все требования кредиторов прекращаются. А если вы имеете в виду, какие результаты у нашей компании, то у нашей компании 100% результаты в том, что вот всех, кого мы подготавливаем к банкротству, люди проходят на банкротство. То есть 100% результат. А есть ли какая-то рассрочка при оплате за банкротство, или нужно прям какую-то всю сумму сразу же выплачивать? Рассрочка, конечно же, есть, потому что люди приходят, они приходят с бедой уже, и часто приставы забирают половину зарплаты, половину пенсии. То есть люди вынуждены жить на те средства, которые у них остаются. Поэтому мы абсолютно индивидуально подходим к каждому, готовый, ну, комфортный платеж, который человек может потянуть реально, потому что, ну, не может же он с голоду умереть. А жители других городов края могут обращаться к вам? И будет ли у них стоимость более выше или нет? Нет. Здесь как раз, наоборот, наверное, для жителей края выгода обращаться именно в нашу компанию, да, ну, в Красноярскую, потому что арбитражный суд города Красноярска находится, ну, рядом с нами, да, рядом, недалеко прямо от нашего офиса. А все дела о банкротстве, в частности, они рассматриваются именно в арбитраже города Красноярска. То есть, если человек находится, ну, грубо говоря, в Кодинске, там, Северо-Анисельске, юристу не нужно ездить, финансовый управляющий, там, ну, грубо говоря, не нужно ездить, да, сюда. То есть мы на месте находимся, дистанционно принимаем, дистанционно можем проконсультировать, и для человека удорожания-то нету фактически никакого. То есть где бы он ни находился, мы работаем по разным регионам страны, удорожания за счет удаленности нет никакого. Ну, а вот Ваша компания, какую еще помощь и какие еще услуги оказывает? Разно. У нас юридическая компания и широкий спектр услуг. То есть мы работаем по экспертизе новостроек, ДТП, трудовые, семейные споры. То есть мы разные абсолютно. Я вот можно к предыдущему вопросу добавлю? У нас есть представители в разных городах, в частности, Железногорск, Зеленогорск, ну, опять же, Коднинск. То есть в нескольких городах, в нескольких поселках у нас есть представители, люди могут там прямо обращаться и консультироваться на местах. Так, а если говорить о Красноярске, где находится Ваш офис, чтобы связаться, обратиться к Вам? Ну, наверняка, многие, кто вот ездили по Карла Маркса, они видели или вот сейчас обратят внимание на наш офис. То есть по Карла Маркса одностороннее движение, проезжаете поворот на коммунальный мост Винбаума, и сразу же, вот если поднять глаза, стоит стеклянное здание, то есть вот здесь администрация, здесь Европа, и вот наше следующее здание, там огромными буквами юриста написано. То есть вот сейчас, кто услышит, они наверняка убьют. Ну что ж, спасибо большое. Напомню еще раз Евгений Иванов, директор юридической компании «Финэксперт-24». Я думаю, что если возникнут вопросы, будут обязательно с Вами связываться, потому что действительно сам, наверное, и не разберешься в этих вопросах. Спасибо еще раз большое. Да, это процедура сложная. Спасибо большое, что были у нас в гостях и рассказали нам много-много полезного и интересного. Спасибо Вам.